Девушки отдыхают Медная лихорадка и много чего еще Ключ на старт, мы начинаем Сегодня мы хотели бы поговорить о Левиафанах Эти гигантские машины олицетворяют кредо нового мира Выживает сильнейший Подобно человеку, по главе эволюционной цепочки Они стали вершиной развития техники в пустошах Огромные крафты вселяют страх своей мощью А справиться с ними – задача для сильных и смелых Как они появились? Что послужило идеей? Как создавалась сложная техника? Левиафаны связаны с механиками Члены группировки не производят гигантов массово Но предоставляют такую возможность достойным Есть ощущение, что они выбирают Анализируют, смотрят Чем сильнее кандидат, чем яростнее он сражается Чем больше врагов уничтожает Тем ближе заветная возможность По легенде первого Левиафана спроектировал сам наставник После смерти матери Айви от рук рейдеров Характер бывшего лидера механиков изменился Он стал искать лекарства Но не от вируса А от людей В их новом, неприглядном моральном облике Первый стальной гигант задумывался универсальным инструментом очищения Исполины требует много ресурсов и сил Но главная хитрость Специальное оборудование Способное запустить машину в автономном боевом режиме Создатель Левиафана не только воплощает монструозные чертежи Но и вкладывает в конструкцию часть своей личности В настоящий момент все больше выживших присоединяются к числу создателей Механики создали для этого необходимые условия Зачем это? Мирной фракции Почему они сами не используют гигантов в боях? В чем цель? Ответы знают единицы И с сегодняшнего дня и без того запутанная история Получит новый виток Лидеры групп признаются достойными И могут пересесть на исполинские машины Чтобы привести своих людей к победе В войнах за территорию и сферы влияния За исключением этого важнейшего нюанса Клановые войны с участием левиафанов похожи на обычные По четыре бойца с каждой стороны Самим гигантом управляет игрок Но стрельба автоматическая Прямо как в тест-драйве Транспорт собирается в отдельном слоте И на него не действуют привычные ограничения Он может быть очень крупным или сильным Многое зависит от задумки Доступных деталей И полета мысли инженера Во время боя с левиафанами Участники команды становятся охранниками лидера Обеспечивающего основную атакующую мощь Тесным составом группы Продвигаются на контрольные точки Или в тыл противника Битвы становятся агрессивными Стремительными и жестокими Очень многое зависит от выбора Самого стального гиганта К этому вопросу надо подойти ответственно Так что милости просим на наш полигон Какие левиафаны подойдут для клановых боев лучше всего? Предлагаем несколько выигрышных моделей Ану Барак Настолько суров, что расстреливает самого себя прямо в гараже На самом деле происходит это из-за направленных вверх Мандрагор Не забывайте, что вооружением гигантов Всегда управляет искусственный интеллект Как на тест-драйве, так и во время боя В зависимости от энергопотребления На левиафан устанавливают около 10 пушек По возможности их дополняют контактным оружием Эта сборка предлагает 7 Мандрагор А также комбайн и дружбу Даже учитывая погрешность искусственного интеллекта в прицеливании Залп из нескольких гаубис будет невероятно мощным Союзники должны следить за тем, чтобы наступлению никто не мешал Огонь можно вести и с расстояния Хорошенько расчистили все издалека А затем, не спеша, всем отрядом продвигаетесь к цели Вполне рабочая тактика Механические ноги — удачный выбор для остальных исполинов Тут их 10 И даже если они полностью или частично будут потеряны в бою Можно обойтись гусеницами Продуманный и живучий образец Четыре звезды из пяти Паучок Уже обозревался в гараже механиков номер 18 Но достоин повторного упоминания из-за свежих обновлений 14 аккордов, 3 спектра, 3 палача, 2 защитника Боевая мощь этого исполина по-прежнему беспрецедентна Если «Анубарак» бьет медленно и сильно, то «Паучок» мгновенно обрушивает шквал пуль на любую цель в поле зрения Пушки кучно расположены на фронтальной стороне Но с помощью механических ног угол обстрела оперативно корректируется Сзади транспорт слаб и не защищен Но союзники нужны для того, чтобы командир об этом даже не задумывался Четыре звезды из пяти Анубис-2 Первый «Левиафан» хорошо работал на дистанции Второй подкупал своей скорострельностью Третий же просто лупит всем, чем можно Два жнеца, гаубица Мандрагора, башенная пушка Мамонт Два гранатомета Тошнитель, дроны и даже Птур Кларнет-С От этого чудовища вас и сам Всевышний не спасет Оно и понятно В древнем Египте Анубис был проводником в загробный мир Все сходится Забавный факт Многие мелкие крафты уничтожаются «Левиафаном» быстрее, чем до них далеко Летает его же управляемая ракета Силу этого гиганта способен обуздать лишь кто-то сопоставимый по мощи Речь идет почти о 30 тысячах очках мощи Против Исполина поможет лишь слаженная командная игра Поодиночке даже у опытных бойцов нет шансов Анубиса, как и многих других «Левиафанов» может подвести его скорость В борьбе с ним стоит использовать либо скоростные, либо дальнобойные крафты 5 звезд из 5 Выжить в пустошах задача не из простых Вы уже заматерели и могли позабыть, как все начиналось Тесный гараж, базовый бронемобиль, простые, но надежные детали Эх, давно это было, 45 выпусков назад Но теперь добродушные механики и лично iVigo готовы помочь новобранцам с первыми шагами на непростом пути С сегодняшнего дня стоимость некоторых деталей составит 50 единиц металлолома Это коснется таких запчастей, как кабина WWT-1 Пушка-мститель, пулемет Accord, дробовик-обрез Кабины обычной редкости Docker и WWT-1 станут эффективнее Мы повысим их прочность и максимальную скорость Точек крепления тоже станет больше К другим изменениям Количество зарабатываемой в рейдах меди пропорционально увеличится к требуемому количеству этого же ресурса для создания деталей Зачем мы это делаем? Сейчас соотношение количества металлолома и меди на рынке складывается не в пользу последней Мы полагаем, что между данными ресурсами должен быть баланс На наш взгляд, изменения позволят исправить ситуацию и не скажутся на заработки игроков Беспокоиться по поводу накоплений не стоит При обновлении мы планируем отменить все запросы на продажу и покупку меди, вернуть ее игрокам После этого количество ресурса на складах у каждого выжившего будет соответственно увеличено Так обесценивания не случится Напоминаем, что все описанные в передаче, но еще не реализованные нововведения Являются предварительными Они могут как сильно поменяться, так и вовсе не попасть в игру На этом все Сражайтесь, тренируйтесь, конструируйте и торгуйте Ну а увидимся традиционно через неделю здесь же, в нашем гараже Рассказывайте друзьям, если вам понравилось наше шоу И оставляйте комментарии под видео Мы всегда готовы выслушать вас Редактор субтитров А.Семкин